Одному из самых молодых образовательных учреждений Якутии 10 лет. Торжественную дату отметили в Светлинском индустриальном техникуме. Сегодня там готовят специалистов для алмазодобывающей, нефтегазовой и энергетической отрасли республики. С подробностями Руслан Фаткулин. В 2006 году, когда в Якутии развивалась алмазодобывающая и нефтегазовая отрасль, указом президента республики был образован Светлинский индустриальный техникум. Тогда обучение велось всего по трем специальностям. Сейчас их 16. На сегодня у нас обучается более 600 студентов. Это 351 студент дневного обучения, это бюджетные места и 350 студентов заочного обучения. На сегодня техникум укомплектован полностью. Наши контрольные цифры набора этого года составляли 150 студентов. 150 мы и набрали. План мы выполнили. Здесь можно получить диплом экономиста, теплотехника, монтажника или специалиста по информационной безопасности. Техникум сотрудничает с крупными промышленными предприятиями – компаниями «Алроса» и «Кускэнерго». По окончании учебы многие студенты отправляются работать на их предприятия. Так, за 8 выпусков техникума более 100 выпускников уже трудоустроены на предприятия алмазной компании. Ну, самое приятное было для меня и для всего коллектива, что двое моих студентов, бывших специалистов, пришли к нам в техникум молодыми специалистами и сейчас работают молодыми подавателями. Материально-техническая база – отдельная гордость техникума. В распоряжении студентов – производственные мастерские, лаборатории, общежития, тренажерный зал и даже плавательный бассейн. Ну, я думаю, есть, конечно, куда развиваться. У нас мало студентов, девушек, поэтому, наверное, нужно открывать какие-то специальности для девушек. Учебное заведение входит в сотню лучших в России. Этот статус и студенты, и педагоги носят гордо и надеются со временем выйти в лидеры списка. Руслан Фадкулин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».